И было написано, с каким путем? Путем через госуслуги и путем фото паспорта. Да, а я взяла с фото паспорта. Это результат одной из новых мошеннических схем. Продлите тариф через госуслуги. В прошлом году аферисты смогли выудить у населения 265 миллионов рублей. И этот способ отъема появился под конец 2023-го. До этого махинаторы пользовались более стандартными тактиками. И еще относительно нова – звонок от начальства. Сейчас развитие технологии искусственного интеллекта позволяет мошенникам подделывать голосовые сообщения. И в некоторых случаях видеосообщения для ведения заблуждения граждан. В данном случае подчиненных. В одном из прошлых сюжетов мы говорили об одном из таких случаев. В самом нашумевшем на нашей памяти фигурировал главный бухгалтер компании. После его общения с генеральным директором родное предприятие недосчиталось 24 миллионов рублей. И защититься в этом случае, как и во многих других, легче легкого. Для начала прекратить общение, а потом… Связаться со своим непосредственным начальником. Есть, наверное, сотый телефон, есть, наверное, рабочий телефон. Ну и если не можете своими связаться, стоит, наверное, задуматься, будет ли вам лично писать руководитель, с которым у вас нет прямой связи. Сплеск мошенничества заставил местных правоохранителей и властей города внедрить повсеместную профилактику. Не только через новые и традиционные медиа, но и вернуться к поквартирным обходам, а еще крутить ролики в общественных местах и транспорте. А в трудовых коллективах работники ведут профилактику среди коллег в рабочих чатах. Если лицо задает вопрос, уточняющее, мошенник бросает разговор с ним и не видит в нем уже жертву и переключается на другого. В этом году мошенникам за первую четверть года удалось вытянуть из карманов доверчивых граждан около 60 миллионов рублей. В статьях Уголовного кодекса и в возбужденных делах статистика выглядит так. В 2023-м правоохранители завели 218 дел по статье «Кража с банковского счета», 710 дел по статье «Мошенничество», 194 дела по неправомерному доступу к компьютерной информации. Итого 1122 случая. В этом году пока зарегистрировано 291 преступление. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока.